Они что от нас ждут? Или ай-ай-ай, там французы! Ой-ой-ой-ой! Они пока не ждут, они пока сомневаются. Французы, возможно, и сомневаются, а мы, украинцы, нет. Мы прекрасно знаем, что делать с российскими захватчиками. Но что-то мне подсказывает, что Мудозвон, а если он, конечно, доживет до этого, срочно переквалифицирует и заставит снова грозить Соединенным Штатам. Потому что бабло побеждает зло. И, как заявил спикер палаты представителей Соединенных Штатов Майк Джонсон, сразу после Пасхи, то есть сразу после свят, они рассмотрят вопрос о выделении финансов для вооружения, финансирования вооружений для украинской армии. И это будет круто. Да, говорят, обещанного полгода ждут. Но лучше поздно, чем никогда. Будут лететь американские самолеты, вооруженные французскими, и не только французскими ракетами, а российские, все отправятся в ад. Вопрос только, они будут ждать Соловьева там, или Соловьев будет ждать их уже, так сказать, в этом котле. И мы больше не будем проявлять сдержанность и надежду, что вы придете в чувства. Вы, европейцы, ничего не поняли, ничему не научились, и, как показывает опыт после 1945 года, вы не способны пройти денацификацию. Потому что, судя по всему, нацистские идеи зашиты ваше представление о том, для чего вы созданы. Вы это впитали с классическими традициями Европы. Рабством, пренебрежение ко всем остальным. А дальше у нас идут измы, антисемитизм, русофобия. Когда-то умный человек сказал, что фашисты будущего будут называть себя антифашистами. Так, собственно говоря, и современными россиянами. Вот бросаются они этими гнусными словами нацисты, украинцы-нацисты, французы, европейцы, запад-нацисты. Тут интересно, что мы в сознании российск исключительно запад. Собственно говоря, это я говорил еще в Москве, что Украина уже запад. Но дело не в этом. Известно, сам Маничелло говорил, что кто обзывается, тот так называется. И тут не про слова мы будем сейчас говорить. Мне нравится, что там на болотах начинают моделировать участие западных армий в защите Украины. Это круто. Такого действительно два года назад предположить никто не мог. А теперь они рассказывают о том, что они все армии мира пощелкают, как орешки. Ну вот экипаж Л-76 и А-50 уже участвовать в этом не будут. Раз и уже не любят Путина, уже никаких эмоций, нет мечтаний о великой, прекрасной, ужасной России будущего. Вы можете делать сколько угодно много фотошопов Макрону с увеличенным бицепсом. Это не поможет разогнать ваши ракеты до гиперзвука. Так что Париж, не хочешь принимать наших атлетов, прими наш гиперзвук. Быстро, надежно и очень неприятно. Ну реально постановает, как патент. Хочешь бахнуть, бахни. Или не трынди. Вот меня всегда забавляет, почему пропагандистов не бьют по их языку. Ведь вот эта вот мысль о том, что мы ударим по французским городам и так далее. Ну объясните же этим своим, что и в их города полетит. Обязательно полетит. Вот про Белгород мы уже говорили. Что там с Белгородом? Белгород нужно демонтировать. И опять же говорю, страну не члены, не члены НАТО. Я надеюсь, что до этого не дойдет. Дойдет, дойдет. Но они же в Одессу хотят, в нашу русскую Одессу. Они же не хотят в Волочи. Нет, там какая-то приезжала очередная депутат Кира. Сказала, что... Нет, они хотят размещаться по границе с Белоруссией. И вроде бы тем самым... Вот я представляю, как это батьку порадует. Это тем самым освободит где-то около 120-150 тысяч украинских военнослужащих, которые якобы там размещены. Они считают, что для нас проблема долбануть их там? Размышления в этом ключе наталкивают меня на мысль о том, что Александр Григорьевич окончательно слился. Он, так сказать, отошел на самую-самую кромку, край оси зла. И, мол, я с маньяком, только меня не трогайте. Вот у меня белая собака, ее зовут Умка. И, в принципе, я готов сидеть в своем бункере и сильно не отсвечивать. Но тут же, что прикольно в этой схеме, которую рисуют в российских пропагандистских шоу. Они об этом говорят как о факте, который уже на этапе реализации. Хотя это не так. Но если это произойдет, то французские солдаты для того, чтобы контролировать Украину-белорусскую границу, они же не поедут только на БТР. Они притянут с собой комплексы ПВО и все, что для этого необходимо. Поэтому вот этот вот импотентский возглас Соловьева, что мы их там бахнем. Кого ты бахнешь? Тебе сначала Беларусь надо снова пройти. А то, что Александр Григорьевич, кажется, на лузеров не ставит. На российских лузеров. То есть во Львове мы их достаем без проблем оттуда, что не долетим? Мне, честно говоря, очень... Вот я пытаюсь понять, как они, собственно говоря, расценивают участие военных национальных военных контингентов, как у своего участия в войне или нет? Они решат, что если мы захотим войти с территории Беларуси, то, видя французов, мы им скажем, что? Мессия, чашечку кофе и багет? Посмотрите на лицо пропагандиста. Вот эта вот фраза, мы зайдем с территории Беларуси. Они считают, что они могут повторить. На самом-то деле нет. Там все заминировано. Там окопы, инженерные сооружения, которых действительно до 24 февраля 22 года построено не было. А зря, конечно же. Но теперь они есть. И ни одна российская гадина, привет Марии Захаровой и Ольге Скобеевой, конечно же, туда не зайдет. Вот, собственно, и все. Но схема такая, что вот это направление освободить украинские силы из этого направления белорусского и усилить другие направления, например, Белгородская, она прекрасна, она интересна. Заметьте, что вот слово сочетание, формулировки, что мы не исключаем, что отправим свою армию на помощь Украине, звучат все чаще и чаще. Заметьте, звучат в Финляндии, в Эстонии. Многие страны не акцентируют на этом внимание. Нет, нет, нет. Я прекрасно понимаю, что очень долго будет вот этот процесс согласования и переливания из пустоя с порожнее. Поэтому главное сейчас что? Повторить успехи 25-й отдельной повитренно-десантной сечеславской бригады. Изжечь российских захватчиков, пока французы думают, мы уничтожаем российских оккупантов. Уверен, что вы со мной полностью согласны. И поэтому подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. Украина была Е и Будда оккупантом смерть. До побачения. Субтитры создавал DimaTorzok